А сегодня я хочу вас познакомить с одной достопримечательностью моего города. Это Гребнёвский храм, который назван в честь Гребнёвской иконы Божией Матери. Немного истории. Когда-то ныне современный город был небольшим селом, в котором в 1673-1779 годах была построена деревянная церковь на средства владельца села и названа в его честь во имя священно-мученика Артемона. Церковь была богато отделана и украшена. Во второй половине 1790-х годов село переходит во владение графини Елизаветы Зубовой, которая решает построить каменную церковь во имя Гребнёвской иконы Божьей Матери. Осенью 1801 года церковь была построена и освящена. Ветхую церковь разобрали, а всю утварь перенесли в новую. В 1812 году, уже после Бородинского сражения, недалеко в Мамонове располагались войска русской армии. А уже 2 сентября 1812 года здесь уже была конница Наполеона. Храм подвергался осквернению и разорению французами. Со временем к церкви пристроили трапезную с двумя пределами и была построена новая колокольня из трёх ярусов. После революции 1917 года в церкви продолжались богослужения. Вся драгоценная утварь была изъята в 1920 году. В 1938-39 годах приход перестал существовать. Церковь была закрыта и разграблена. А помещение использовалось в хозяйственных целях посёлка. В начале Великой Отечественной войны здание подвергалось обстрелам. А начиная с 1960 года здесь в разное время располагались склады, солдатская баня, общежития, различные конторы. А в 1989 году прихожане начали собирать подписи «Вернуть историческое предназначение храму». И вот после ремонта и реставрации первое богослужение состоялось в июне 1991 года. Жители приносили в дар храму древние иконы и книги. Из прежнего убранства сохранились только две святыни – это храмовая икона Гребнёвской Божьей Матери и распятие, так как они хранились в другой церкви и были потом переданы в храм. При храме действует воскресенная школа и православный молодёжный центр. Ребята занимаются в различных кружках, спортивных секциях, изучают православные традиции, закон Божий и так далее. Готовят спектакли, устраивают концерты, занимаются благотворительной деятельностью, помогают в больницах ухаживать за больными. Вроде бы территория церкви и центров находится в непосредственной близости от довольно-таки оживлённой дороги, но здесь всегда какая-то определённая атмосфера тишины и покоя. Здесь сажают огороды, у них свои теплицы. Раньше я не видела у них этой площадки спортивные. Вот сделали, молодцы! Так получилось как раз, что когда я пришла снять видео, началась служба, поэтому, в принципе, так пришлось очень аккуратненько всё снимать. А ещё так получилось, что для нас эта церковь очень близка, так как здесь крестилась я, муж, моя сестра, и мы покрестили дочку. И всё это случилось в один день. Вот так вот. А у моей дочки моя сестра крёстная. Ну и если опять-таки про даты, то если вы вспомните, я назвала такую дату, что первое богослужение состоялось в июне 1991 года, а осенью этого же года как раз произошло таинство крещения в нашей семье. Поэтому для нас эта церковь имеет большое значение для нашей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok